Доктора Эпифона Популярная личность и немножко его помучаем Мы нашли Доктора Эпифона, но он немножко занят Мы как только его поймаем, сразу будем мучить Привет! Привет! Хорошо, что мы вас нашли Привет! Вы известная личность Я хотел задать несколько вопросов по поводу новых Эпифонов Да, круто Конечно, пойдем к стенду Эпифона Итак, меня зовут Павел Очень приятно А вы доктор Эпифон? Верно А вы откуда? Мы из России У нас в Петербурге небольшой бутиковый магазин Гибсон Шоп О, круто Я тебе потом покажу Отлично А расскажите, пожалуйста, про новые модели Эпифон 2013 года Да, конечно С удовольствием Вот они здесь Итак, надо застегнуть пуговицу здесь Итак, одна из новинок про серии Мы взяли нашу самую продаваемую гитару Les Paul Standard Plus Top и сделали из нее Les Paul Standard Plus Top Pro Основное отличие здесь, помимо новых цветов, это переключатели типа Push-Pull с отсечкой синглов А звукосниматели, которые здесь стоят, это наши новые Pro Buckers Раньше это были Alnico Classics, а теперь это новые Pro Buckers А Pro Buckers это абсолютно то же, что и Gibson Burst Bucker Абсолютно то же самое Они даже копируют такое же легкое несовпадение по фазе Мы закупаем проволоку в том же самом месте здесь, в Германии Такая же схема, те же магниты Все в точности такое же Я лично считаю, что Gibson Burst Bucker это лучший звукосниматель для рок-н-ролла И тем более для Les Paul Потому что для них они и придумывались Для того и были созданы И это тот самый звукосниматель, который делает Epiphone Это Pro Buckers И я считаю, что это самый качественный звукосниматель из тех, что есть И к тому же Les Paul Standard Plus Это превосходная гитара, которую, думаю, каждый может себе позволить Она звучит еще более волшебно, чем раньше Я еще, конечно, в абсолютном восторге от того, что здесь 4 отдельные катушки и Push-Pull переключатели Это значит, что у вас будет звук и хамбакеры с синглом на одной гитаре То же касается Les Paul Custom Теперь это Les Paul Custom Pro, опять же, со звукоснимателями Pro Buckers Еще из нового в этом году новинка Это модель Madhifi Les Paul Custom На ней стоят 91 и 95 активные EMG Также есть Kill Pot Это Kill Switch Очень клевая штука Но по-настоящему уникальной особенностью этой гитары является... Ну вот это круто Вот этот вырез на месте крепления грифа Это так удобно Можно без проблем добраться сюда, до верхних нот Отличная вещь И что еще круто в этой модели Есть семиструнный вариант О, круто Epiphone не выпускал семиструнные модели уже несколько лет Так что это отличная новость И Мэтт был здесь вчера и еще придет, чтобы продемонстрировать эту вещь Мэтт Хифи из группы Tribune Отличный гитарист и вообще клевый чувак Так что это отличная гитара Мэтт Хифи Epiphone Еще в этом году выходит переиздание модели Genesis Это ограниченная серия Genesis Deluxe Pro На ней также стоят Pro Buckers Это значит, что здесь есть и Push-Pull регуляторы И можно получить звук как хамбакера, так и сингла Семь различных цветов Это уникальный дизайн каца 70-х годов Фанаты Лес Пола поймут Благодаря этим вырезам с обеих сторон Здесь можно много всего интересного накрутить Можно даже большим пальцем играть Очень удобная гитара и к тому же очень красивая Модель Genesis со звукоснимателями Pro Buckers Еще одна новинка Вообще нужно начать с того, что в этом году Epiphone исполняется 140 лет Все началось еще в 1873 году, так что мы даже старше Гибсона Поэтому в честь 140-летия мы переиздаем некоторые легендарные модели Также в их юбилейные годы Например, это переиздание в честь 50-летия модели Крестфуд 62-го года Очень редкого и востребованного инструмента И это весьма близкая копия оригинальной модели Крестфуд 62-го года Как видите, здесь триматон тремоло с палисандровой вкладкой Мини-хамбакеры New York И отличный тонкий гриф Гитара идет в стильном кейсе Это коллекционный инструмент Таких больше не будет Цвет только такой, вишневый Я считаю, что она великолепна И звучит отлично Кроме того, Крестфуд, как ее сестра Вилшир Например, вот эта Phantomatic Были прародителями SG-моделей Они появились еще до SG И SG во многом основана на их дизайне Еще одна новинка Брэндон Смолл Thunderhorse Брэндон Смолл это создатель сериала Metalocalypse И виртуальной метал-группы Death Clock Кроме того, что он писал сценарии Он еще озвучивал некоторых персонажей Конечно, сам играл музыку Так что это его именная модель Это Explorer У него два звукоснимателя Gibson Burstbaker 1 В обеих позициях Клевый цвет, Silver Burst Классический такой внешний вид Но трудно представить себе металл без Explorer Опять же, она как положено идет в кейсе Это ограниченная серия И это новинка от Epiphone И последняя электрогитара Здесь у нас переиздание модели Sorento 62 года А это также Sorento, но кастом-модель Epiphone выпускал модель Sorento несколько лет назад Со звукоснимателями P90 И многие знают, что это сестра модели Casino Это абсолютно полая гитара У нее нет центрального блока Здесь на Sorento Custom стоят мини-хамбакеры New York Так что здесь мы имеем резонирующий звук полой деки И жир high-end датчиков мини-хамбакеры New York Это универсальная вещь, потому что здесь их пара И кроме того, на этой гитаре можно накрутить уникальный звук Потому что такого сочетания, если честно, мы раньше еще не выпускали Как видите, цвет также отличный Называется Королевская оливка Идет в кейсе И опять же, таких больше не будет Это ограниченная серия Переиздание в честь 50-летия модели Sorento 62 года Вообще, у нас вышел каталог новинок и моделей ограниченных серий Да, да, я уже взял Обязательно возьмите с собой И еще мы обновили некоторые модели акустик Например, вот это EL-00 Теперь это EL-00 Pro Здесь внутри ручки для встроенного пиздатчика Fishman Он находится под порожком Внизу гнездо для джека Это гитара компактной с салонной формой с цельным топом Чем больше на ней играешь И чем старее гитара становится, тем лучше она звучит Эта гитара стала известной благодаря блюзменам 40-х годов И еще мы установили звукосниматель на модель Hummingbird И она теперь называется Hummingbird Pro Здесь цельный еловый топ, низ и бока из красного дерева Усилитель EP-Fomer работает на батарейке типа таблетка Они живут дольше, чем 9-ти вольтовые Гнездо для джека, качественная электроника И еще есть отсутствующая, видимо, кто-то взял поиграть ДАВПРО С электроникой Fishman Также еловый топ, но низ и бока из клена Так что звук более яркий и четкий И как я уже сказал, пиздатчика Fishman Она где-то тут Кто-то взял поиграть, честно И самая последняя модель из новинок это Пятиструнный бас Toby Deluxe Эти новые басы разработаны фирмой Tobias Это очень уважаемое имя в мире бас-гитар Они теперь тоже часть компании Gibson И вот EP-Fone выпустил басы Toby от Tobias В прошлом году это была четырехструнная модель Deluxe Со встроенным усилителем Или пятиструнную модель По вполне доступной цене Вы получаете профессиональный инструмент По звуку и ощущению Здесь асимметричный гриф Современный стильный дизайн Сбалансированный инструмент Пользуется популярностью Всем нравится Tobias Так что модели Toby от EP-Fone и Tobias Это неплохой вариант для тех Кто за небольшие деньги хочет получить Качественный и профессиональный бас Вот такие новинки Я думаю, вы уже видели Если вы были здесь в прошлом году В любом случае стоит упомянуть про инструмент мечту Thunderbird Classic 4 Pro Вклеенный гриф Это во всех отношениях корректный инструмент Здесь стоят датчики хамбакеры Gibson Thunderbird Это во всех смыслах идеальный инструмент Мечта всех музыкантов И мы счастливы вам его представить Это вот все прям новое-новое Я могу говорить про гитары весь день Но это то, что касается новых моделей А вы поросили рассказать про новинки Может быть еще вопросы? Да нет, в принципе все отлично Отлично Большое спасибо Не за что Рад был пообщаться с вами Вам спасибо, что заехали Надеюсь как-нибудь оказаться в России Так что, может быть, еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok